Неутомимый защитник российского бизнеса Борис Титов заявил в Давосе, что в центре всех наших проблем Крым, что если мы решим проблему Крыма, то все остальные проблемы тоже разрешатся. Но Крым при этом решении должен остаться российским. Иными словами, что предлагается в качестве решения? Мир, включая Украину, должен принять аннексию как данность, признать суверенитет России над полуостровом, в крайнем случае объявить крымскую проблему внутренней, не касающимся мира, спором между Россией и Украиной. Эта позиция интересна не только смесью цинизма и наивности, она в тренде вообще всех решений, которые предлагаются сегодня Российской Федерации. Высшие чиновники России в качестве рецепта решения мировых проблем постоянно предлагают какие-то кажущиеся им правильные действия другим, но никогда себе. Мы все делаем прекрасно. Украина должна согласиться на оккупацию собственной территории и перестать стремиться в НАТО. Евросоюз должен забыть об Украине и перестать взаимодействовать с США. Великобритания отказаться от своего представления о том, что именно случилось в Солсбери. Япония примирится с потерей Курил. Американцы должны вообще все поменять. И военную политику, и экономическую, и даже взаимоотношения внутри своих ветвей власти. И лишь господин поручик Россия будет продолжать идти в ногу. Леонид Гозман. Ну что я говорю на протяжении последних двух лет? Что рано или поздно до них до всех начнет доходить, что проблема все-таки в Крыме. В нем она заложена, и в нем она останется до тех пор, пока эту проблему не начнут решать. И что мы видим? Абсолютно пропутинский человек Борис Титов, это тот, кто типа пытался быть президентом в этой стране, начал озвучивать, что да, до нас, дескать, дошло. Проблема в Крыму. Но, видите ли, мы решим эту проблему только на условиях, что Крым останется российским. Это значит, в переводе на нормальный человеческий язык, никакую проблему они решать не будут. Они думают, что с миром по этому вопросу можно будет договориться. Но период этот давным-давно прошел. Сейчас больше никто этот вопрос ни на каких условиях рассматривать не будет, как только о безоговорочном возвращении Крыма в состав Украины, плюс компенсации денежные за время оккупации и принесшие стране неприятности. Так что, если до Бориса Титова дошло, постепенно дойдет до всех. И, господа россияне, не переживайте, этот вопрос будет решен только не в пользу России. Вам все равно придется вернуть награбленное. Не просто так, а с извинениями и деньгами.